Известная нам, как минимум, из курса ОМММ уравнения Картевега де Фриза обладает скрытой алгебраической симметрией, которая позволяет и приводит к Интегрируемости этого уравнения с помощью метода обратной задачи, о чем сегодня пойдет речь Эта обратная задача будет для вспомогательного линейного оператора Но это все подробно мы сегодня обсудим Роль преобразования Фурье, которая для нас более знакома В этом методе играет отображение коэффициентных функций Некоторого линейного дифференциального оператора в совокупность данных рассеяния Пока это общие слова, затем это будет более подробно уже оговорено Я вас на секунду предлагаю Вам предлагается оценить Картевега де Фриза – милейное эволюционное уравнение Выясняется, что это уравнение пробивается через уравнение Шеренгера Который ничего про Картевега де Фриза не знает Но если сюда в качестве потенциала подставить решение, целитомное решение Картевега де Фриза То данные рассеяния не реализуются и по ним можно восстановить временную эволюцию Вот сам факт, эта работа Гарна, Грин, Круску, Милора, 1967 года Он поверг шок очень серьезно и надолго До сих пор вполне интегристы еще существуют, не вымерли Правда и стало уже понятно, что это не всеобщее свойство На хромодинамику это никак не переносится Но для некоторой совокупности одномерных задач это очень эффективный метод А главное это подойдет мысль Сообразить, что вот это уравнение может быть сенсорировано очень специальным приемом С вравнением Картевега де Фриза Что-то надо за душой иметь про это, понятно? Ну, случайно Виктор Павлович-то про Нобелевские пенсии для математиков рассуждал имел право Ну, да, действительно, вот все оно так и есть Это действительно очень впечатляющая штука Константин Алексеевич в двух словах рассказал мой доклад Короче говоря, естественно, здесь много интересных подробностей И действительно очень впечатляющая штука Да, мы обращаемся к одномерному уравнению Шрёдингера Которое здесь красным жирным шрифтом показано И, соответственно, уравнение Картевега де Фриза Интегрируется с помощью перехода от потенциала одномерного уравнения Шрёдингера К коэффициенту отражения r от k И сегодня будет показано, что вот r при эволюции потенциала в силу уравнения Картевега де Фриза Как раз в зависимости коэффициента отражения от времени Будет вот в таком виде представлено Сегодня это будет оговорено Да, действительно, вот от уравнения Шрёдингера Здесь есть вот прямая связь с уравнением Шрёдингера Это действительно интересный момент Это не просто тут метод пристального взгляда Тут очень пристального взгляда Нет, это уже что-то такое от Воланда и от кого-то еще Итак, мы рассматриваем наше одномерное уравнение Шрёдингера И одномерный оператор Шрёдингера, который нам знаком как оператор штурма Леувиля Ну, в общем-то, классический здесь ничего пока нового нет На всей прямой от минус бесконечности до плюс бесконечности Вещественный потенциал у от х будем считать достаточно гладким И обращающимся в ноль при х стремящемся, ну, модуль х стремящемся к бесконечности Таким образом, задача на собственные значения представляется в классическом виде Но далее нам удобнее будет перейти от энергии лямбда, которая в правой части стоит, к импульсу k Который, ну, лямбда есть k квадрат, поэтому, соответственно, уравнение Шрёдингера в итоге представляется в виде формулы 2 И вот именно в таком виде мы уже будем в дальнейшем разбираться с этим уравнением От лямбды мы отошли Итак, здесь ещё важно сказать, что вот нашу задачу на собственные значения мы будем рассматривать в классе ограниченных на всей оси функций ψ Это просто важные моменты, которые, ну, для точности стоит всё-таки оговорить И кроме дискретного спектра, собственной функции которого квадратично интегрируемы, имеется двухкратно вырожденный непрерывный спектр Вот, его собственные функции уже не нормированы Непрерывный спектр заполняет вещественную ось для лямбда больше либо равных нулю Вот, и собственные значения дискретного спектра оператора L отрицательны Потенциалы с бесконечным числом связанных состояний мы исключаем, налагая на них следующее условие, которое как раз нам исключает, ну, вот меньше бесконечности, оно исключает те потенциалы, где связанных состояний бесконечное число Я как раз сменю слайд Потенциалы типа сглаженного одномедлого кулона, только сглаженного, да? Ребят, потенциалы... Ну да, лямбда делить на r, да Ой, не лямбда, а альфа Вот такие потенциалы мы исключаем То есть у нас потенциалы, бывающие на бесконечности быстрее, чем единица на x, на модуль x И тогда нет точки исключения дисконечного числа уровня Да, мы действительно исключаем кулоновский потенциал, который альфа делить на r или на r в квадрате, ну, вот таким условием, который был альфа, да Потому что там единица плюс x, модуль x, это вы исключаете именно единица на x Да, да, ну там оговаривалось, что еще и единица на x квадрат тоже Ну вот они почему-то так решили, не знаю, для точности я решила это тоже огласить Итак, при каждом вещественном k, которое у нас не равно нулю Множество всех решений уравнения предыдущего, то есть просто уравнения Шрёдингера с лямбдой, замененной на k квадрат От энергии мы перешли к импульсу Образует двумерное линейное пространство, мы его называем ЖК Ну, в общем, это двумерное линейное пространство И в этом двумерном линейном пространстве мы фиксируем два базиса Первый из этих базисов состоит из решений ψ1,2, которые, ну, это решение уравнения Шрёдингера И асимптотическим, они определены вот таким асимптотическим условием на плюс бесконечность Вот здесь о малой от единицы, это, насколько я понимаю, так любил писать Тландау Возможно, это как бы дань ему Ну, вот они, вот тоже любят авторы той литературы, которая ее изучала Писать вот о малой от единицы Вот такую асимптотику они вводят Для х, стремящимся к плюс бесконечности И второй базис, аналогичным условием для х, стремящимся к минус бесконечности на минус бесконечность Задали два базиса, описали их асимптотические условия на плюс-минус бесконечности Также здесь стоит говорить, что здесь важную роль играет условия на вот фи1 и пси1 Ввиду вещественности потенциала Также очевидно, что у нас, ну, можно к заменить на минус к Просто потому, что если у нас к заменяется на минус к, у нас в степени экспоненты становятся положительные Ну, как бы и все То есть это переходит одно в другое Это такой... Обычно это свойство называется свойство инволюции Ну, это на всякий случай Да Ну и, соответственно, здесь вводные слова очевидно, что Ну, действительно, это понятный момент Векторы любого из базисов являются линейной комбинацией векторов другого базиса И, соответственно, мы записываем эту линейную комбинацию И тут у нас появляется буквка Т Которая будет в дальнейшем, ну и здесь тоже, это матрица перехода Соответственно, АК и А с чертой К БК и Б с чертой К Это ее диагональные элементы Матрицы перехода И в дальнейшем я тоже буду отсылаться и говорить Вот диагональные элементы матрицы перехода Это вот про это Про вот эту буквку Т Матрицы перехода В дальнейшем индексы единичка у φ1 и ψ1 мы будем опускать просто для краткости записи Таким образом у нас получается, что наша φ от xk раскладывается через коэффициенты Диагональные коэффициенты нашей матрицы перехода АК и БК Через ψК и ψ с чертой К И здесь вводится определитель Вронского Это в частности у нас было на занятии Ну тут он как бы не совсем классический определитель Вронского Но как бы тем не менее Ну потому что вот в дифференциальных уравнениях нам как-то немножко иначе его вводили Как через, ну прям детерминант, через матрицу Но здесь он просто свернутый, как будто бы Ну тут два на два Значит, комментирую Значит, действительно, в математике А в Лиде Невронского, Вронский Ант, да? Да Вы любую систему дифферов и любое уравнение типа Шеренгера Всегда можете представить как линейную систему А если у вас уравнение Шеренгера То вы выводите новую функцию, которая есть производная Пси, так? И переписываете вашу систему как линейную систему двух уравнений Пси штрих равно, там, Фи, да? А Хи штрих, да? А Шеренгера описываете в терминах Хи штрих, так? Получаете линейную систему И в общем курсе дифферов именно работают с такими линейными системами Для линейных систем типа Ай А это дифференциальный оператор первого порядка Равно Ф У вас определительный Версиан это терминант Построенный из матрицы Столбцы, которые являются Обдельными фундаментальными решениями вашей системы, так? Если у вас система содержит N уравнений То у вас N фундаментальных решений Каждое фундаментальное решение Столбец матрицы N на N И дитерминат Версиан это дитерминат этой матрицы, так? В глумерном случае, так? Это вырождается в такое определенное, так? Ну а для систем частных уравнений Это уже не так Потому что с частными производными Такие штуки так просто не проходят Да И здесь важно отметить, что вот этот Версиан Который мы здесь расписали Для нашего уравнения Шрёздингера Не зависит от Х Это приводит к тому, что Версиан от Фи и Фи с чертой Это то же самое, что Версиан от Пси и Пси с чертой Равно 2 и К Это соотношение вместе с выражением Расписанным в формуле 5 Пси от Х к Дает нам важное понимание того, что матрица перехода унимодулярна Это, в общем-то, название Главное, что просто определитель этой матрицы равен единице Если по-простому Вот эти величины, коэффициенты 1 делить на Акатая Ну или просто Акатая в минус 1 И Вкатая делить на Акатая Либо Вкатая умножить на А в минус 1 Это коэффициенты прохождения и отражения для волны Падающей на наш потенциал у от Х Падающих справа Поскольку асимтотика собственных функций Фи и Хк А в минус 1 То есть делить на Акатая При Х стремящемся к плюс бесконечности Выглядит следующим образом И здесь можно заметить просто суперпозицию Падающей волны И отраженной волны Ну и о малой от единицы Потому что это асимтотика Ну и на другом конце прямой Там у нас было Х плюс бесконечности А на другом конце прямой Асимтотика представляет собой прошедшую волну За счет вот просто того, что здесь Е в степени и минус в степени ИКХ Делить на Акатая Здесь у нас волна справа налево падает Оно, да, везде падает справа Да, 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 справа налево И вот это как раз те самые коэффициенты Про которых на первом слайде шла речь Вот это РКТ, ТКТ Таким образом, ТКТ у нас получился коэффициент Ну амплитуды рассеяния волны вперед Ну, кстати, ТКТ Это волны вперед Но здесь оно Да Ну и РКТ амплитуды рассеяния назад Из нашего уравнения, полученного выше В шестом пункте, из которого мы сделали вывод, что матрица перехода унимодулярна У нас получается, что и рассеяние тоже унитарно Это что значит? Это значит, что сумма модулей в квадрате вот этих коэффициентов дает единицу Эти свойства на самом деле все строго доказываются, но я не стала расписывать их доказательства, потому что здесь лучше отдать предпочтение более интересным вещам, которым как раз и посвящен мой доклад Ничего Ничего Оно здесь не сильно вам испортит жизнь Итак Итак, поговорим об общей схеме интегрирования уравнения Картевега де Фриза методом обратной задачи рассеяния То есть до этого мы просто как бы подготовились к этому, а теперь вся суть В принципе, возникновение обратной задачи связано, задачи рассеяния, связано с наблюдением как раз Гарнера, Грина, Крускала и Миуры Я боюсь неправильно сделать ударение, это действительно 1900... Гарнер, Грин, Крускал и Миура Крускал и Миура Это действительно 1967 год Соответственно, они обратили внимание, в дальнейшем мы будем это сокращать ГГКМ Это нам много где понадобится, чтобы каждый раз я не мучилась и не тренировалась в произношении Будем называть ГГКМ Соответственно, но это общепринятое сокращение Они рассмотрели уравнение Шрёдингера, которое мы до этого очень подробно рассматривали С убывающим на бесконечности потенциалом O от Х Для просто определенности мы будем под функцией F понимать определенное специальное решение Которое, соответственно, задается асимптотикой Ну, которую вы уже, в общем-то, видели Я покажу F от Х Е в степени минус и КХ плюс О малое То есть это асимптотика, которая уже была ранее, поэтому я и сказала, что это не сильно нам затруднит всё Просто вот одну из этих базисных функций, которые до этого мы обсуждали Вот они взяли за специальную функцию F просто для удобства Так, вроде всё видно Кроме последней строчки Ну, что я могу поделать? А, ну, там это на следующем, это очень важная как раз строчка Я её несколько раз повторю на следующих слайдах Итак, если в нашем уравнении Шрёдингера потенциал зависит от дополнительного параметра времени Ну, t, тогда у нас и φ, xk, t будет зависеть от времени И также данные рассеяния будут зависеть от времени То есть у нас вылезает везде эта зависимость от t И асимптотика φ, xk, t на плюс бесконечности будет выглядеть следующим образом Соответственно, в случае, если у нас произвольная зависимость от времени То у нас, ну, вот потенциал у xk уже найти зависимость данных рассеяния невозможно Если у нас произвольная какая-то зависимость Нам нужно иметь чёткую зависимость от времени Ну, а если у нас у xk меняется во времени, от времени Как решение уравнения Картовега-де-Фриза Соответственно, вот оно выписано здесь всё-таки с нашей классической шестёркой То тогда коэффициенты a и b подчиняются уравнениям как раз 3-4 авторов ГГКМ Это вот, соответственно, наши условия Которые, ну, достаточно важны И вот это утверждение ещё раз следует повторить Что, соответственно, если у нас потенциал от времени зависит так же, как уравнение Картовега-де-Фриза То, соответственно, наши коэффициенты подчиняются уравнению А зависимость φ xk задаётся следующим уравнением, где a – это у нас оператор Вот у нас появилась новая буква, a – это оператор Это важная буква В дальнейшем она в представлении лакса, ну, я это расскажу Она будет играть важную роль, поэтому мы запомнили этот оператор Я так понимаю, что вот эти коэффициенты Восьмёрка, четвёрка, тройка, опять четвёрка Возможно, они вылезают опять же из вот этой шестёрки Да, конечно Поэтому, если там домножить на ю, то здесь будут какие-то другие буквы, там, твёрдый знак, ещё что-нибудь Ну, короче, важные всё-таки циферки, поэтому мы это внимание обращаем на ту шестёрку Верное и обратное утверждение Что если данные рассеяния меняются во времени, как решение ГГКМ То, соответственно, ну, я здесь прописала фамилии ещё раз То потенциал O от X, он однозначно определяется Удовлетворяя это уравнению Картевега-де-Фриза То есть верное и прямое утверждение, и обратное Простейший способ убедиться в этом Это, соответственно, заметить, что уравнение Картевега-де-Фриза Тождественно представляет собой вот этому представлению параллакса Ну, я вот хотела, да, и показать последнюю строчку Но здесь она мелко написана Давайте я лучше поставлю следующий слайд, где она написана Большими, я надеюсь, буквами И даже красным подчёркнуто Потому что это вот действительно важно Вот оно, вот эта последняя строчка Л с точкой равно нашему вот коммутатору L и A Поскольку L и A это операторы А было на предыдущем слайде, там где четвёрка, тройка и всё такое У нас убеждаемся мы в чём? В том, что действительно вот это L с точечкой Это оператор просто умножения на U по T производное А коммутатор L и A является оператором умножения на вот 6U У Х плюс Почему там минус? По-моему, там должен быть плюс Возможно, я не подписалась Минус 6U плюс Да, видимо, тут просто на минус единицу нам нужно Минус третья производная по Х Да, соответственно, это простейшими алгебряическими вычислениями действительно получается И это совпадает с уравнением Картевега-де-Фриза То есть вот это наблюдение Что вот это представление Это называется представлением Лакса Или же пара Лакса Вот это представление довольно лаконичное Оно совпадает с уравнением Картевега-де-Фриза Даже в этом месте Есть такое неописанное утверждение Что если у нас есть эволюционное уравнение Ну, неизвестно, откуда к вам приехавшее И вы подберёте пару Лакса под него То оно решается методом обратной задачи Так? Другое дело, что пара Лакса просто так вот не валяется, так? Но если вы нашли пару Лакса, так? То всё, дальше Да, у вас автоматически прогручивается обратная задача Да Пара Лакса, да, представление Лакса Пара Лакса, это вот два оператора Илья Да Если есть вот такое соотношение То тогда обратно Придумать, ну, к сожалению, это не заброшен Да И важным следствием этого представления Представлением Лакса Это является независимость собственных чисел оператора Л От времени То есть, Л от Т эквивалентна Л от нуля Ну, где-то вот, да Унитарно эквивалентен Л от нуля, да Таким образом, собственные значения Л Это интегралы Уравнения Картавек де Фриза Теперь обратимся к уравнению Шрёдингера Соответственно, я его сюда выписала И продифференцируем его по времени При этом, ну, Л Еще раз, опять же, напомним, что Л наш обычный оператор Шрёдингера Или более привычный для нас оператор Штурма Леувиля Дифференцируем Получаем Следующую строчку Вспоминаем, соответственно, представление Лакса Пару Лакса Получается такое выражение Чем оно важно? Оно важно тем, что вот эту скобку Вторую Ф с точкой на плюс АФ Мы обозначаем Ну, во-первых, они Вот это Ф с точкой плюс А на Ф Является собственными функциями оператора L С тем же собственным значением, что и Ф То есть, я это не Не проверяла Но Поверила на слово А что Ну, просто, что у нас Вот эта скобка Является собственной функцией оператора L А что, это все правильно? Да Ну, просто для меня это такой момент-то неочевидный Не мгновенный Перенеси Перенеси Вот это минус как квадрат, как квадрат это число Правую часть Ну, будет как квадрат минус L Получите L на вот эту функцию Да Равно как квадрат и как квадрат это просто число А, ну все, я поняла Перенести, да Ну, хорошо, да С тем же собственным значением, что и F Да, действительно А также мы вот это выражение, которое для нас важно, мы его обозначаем F с тильдой Да Ранее мы фиксировали F Как мы помним Это не просто какая-то функция А это определенная функция специального вида Для Нам это было нужно просто для Ну, не для общности, а наоборот для скорее конкретизации Мы фиксировали F И соответственно ее асимптотикой на минус бесконечности По x Теперь Это помогает нам однозначно определить решение Для F с тильдой Асимптотика F при x стремящемся к минус бесконечности Не зависит от времени и имеет вид E в степени минус и к x Таким образом у нас получается, что как раз наше выражение F с точкой плюс af стремится к 4 Опять же коэффициент вылез численный На и к в третьей степени E в степени минус и к x Вот этот коэффициент Вылез за счет того, что у нас не просто F, а F с точкой плюс af То есть у нас асимптотика Вот с о малым на минус бесконечности Ну, поскольку при x стремящемся к минус бесконечности О малый у нас стремится к нулю У нас F стильды можно просто представлять как 4 и как в третьей степени F от xk Ну, F потому что мы просто заменили вот эту E в степени минус и к x на F для лаконечности Так, давайте я опять же подниму немножечко Да, ну все У нас так получается, что наше вот это уравнение Важное для нас, которое мы обозначили за F с волной В итоге совпадает с выражением для F с точкой Которое было написано ранее Ну, вот я его решила сюда еще раз выписать Чтобы было попонятней, когда будем это все ксерокопировать Да Ну, я сюда отошла, так что ладно Так, все, мы приближаемся к финалу В итоге получается, что наше уравнение 4 авторов Они являются немедленным следствием того, что мы получили только что И определяют, они в общем-то нужны для определения данных рассеяния Я в самом конце подробную схему напишу Что нам в итоге нужно для того, чтобы получить решение уравнения Cartovia de Fries Там три этапа И вот для того, чтобы получить данные рассеяния Нам в частности как бы нужны эти уравнения 4 авторов Точно так же решается задача и о эволюции во времени в дискретном спектре Я здесь описала все это полаконичнее Потому что зачем это расписывать еще раз В общем-то для эволюции в дискретном спектре Мы точно так же проделываем все те же самые операции И в итоге эволюция данных рассеяния во времени представляет собой Вот такое выражение, которое стоит у нас под номером 9 Но я его еще раз там буду выписывать везде, где оно понадобится Вот Потому что оно действительно важно Это по сути наши данные рассеяния Да, я вижу, спасибо Так Мой смайлик там не будет видно Чуть-чуть видно Так Таким образом Схема решения задач Каши для уравнения Cartovia de Fries Делается в три этапа Давайте подробнее про каждый этап Первый этап Мы вычисляем данные рассеяния S от 0 по начальному условию Ну, в общем-то, как задачи Каши Поскольку это задачи Каши, там априори есть начальные условия С помощью решения уравнения на собственные функции оператора Шрёдингера С потенциалом ux0 Вычислили данные рассеяния Теперь находим решение задачи Каши в терминах данных рассеяния Ее общее решение задается вот этой формулой S от T Опять же, вот оно еще раз переписано Да, да, да Придись-то в чем? Что если у нас u это решение Cartovia de Fries То эволюция данных рассеяния Причиняется линейному уравнению Так? Исходное уравнение Cartovia de Fries Не линейное, так? А данные рассеяния для соответствующего ассоциированного уравнения Шрёдингера Оказывается субжектом линейных уравнений Которые мгновенно интегрируются Вот написано, да? И все После чего вы знаете данные рассеяния В любой момент времени Если потенциал подчиняется уравнению Cartovia de Fries Но это только в таком варианте Вот если у вас по два подобных Или опара, как здесь Тогда действительно реализация возможна Когда в термином данных рассеяния у вас задача решается элементарно Потому что она линейная, так? А дальше прокручивается обратная процедура По данным рассеяния восстанавливается потенциал только уже в момент времени T Это вот собственно и есть обратная задача Как по данным рассеяния восстановить потенциал Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...